На территории Российской Федерации понятие инфоцеганство появилось относительно недавно, однако жертвой этого явления уже успели стать миллионы жителей нашей страны. Вера красивым сказкам о том, что при помощи гениальных тренеров они смогут зарабатывать огромные деньги, достигать самых трудных целей, выводить себя из затяжной депрессии без особых усилий и стараний. Люди вкладывают деньги за онлайн или даже офлайн курсы и остаются ни с чем, кроме чувства обиды. С одной стороны, это все является результатом манипуляции, с другой стороны, есть низкий уровень эмоционально-волевого развития, когда человек не желает преодолевать, не желает применять волю, а хочет волшебным образом изменить свою жизнь. Но это связано опять-таки с низким уровнем развития интеллекта и эмоционально-волевой сферы молодежи особенно. Помимо прохождения курсов в социальных сетях, многие люди стали чаще обращаться к эзотерике. Карты Таро, астрология, нумерология – все это стало вызывать неподдельный интерес у людей, которые так хотят узнать о своем будущем, настоящем или вовсе узнать о развитии своих любовных отношений. Многие псевдоэксперты на своих страницах в социальных сетях призывают девушек дышать маткой для привлечения в свою жизнь успешного мужчины. Причина всего этого заключается в том, что, с одной стороны, уровень безграмотности, невежества, уровень интеллектуального развития бывает часто настолько низкий, что появляется интерес к таким представлениям. С другой стороны, есть эмоциональные причины. Когда человек страдает, когда человек живет в ситуации непредсказуемости, в ситуации тревог, он желает быстрого улучшения своих проблем. Как отмечают психологи, интерес граждан к инфоцыганству и эзотерике вызван тем, что в нынешнее время все больше людей с неустойчивым эмоциональным состоянием. Многие переживают тревожность, и обращение, например, к натальным картам помогает им пережить критический период в жизни. Также стоит отметить, что, покупая курсы у различных блогеров, люди стараются добиться поставленных задач легким способом. Необходимо признать, что уровень магического мышления у россиян вырастает в силу эмоционального состояния, в силу определенных напряжений. Что такое магическое мышление? Когда человек хочет волшебным образом достичь чего-то без всевозможных волевых актов. То есть оперативно, волшебно иметь успех. Поэтому обострилось желание людей узнать будущее оперативно у различных футурологов, пророков, предсказателей, гадалок и так далее и тому подобное. С одной стороны, с другой стороны, появился большой интерес, чтобы быстро, волшебно, магически, каким-то образом иметь успех в делах, в бизнесе, во всем. То есть это, по сути, свое эмоциональное состояние людей. Вот этот уровень магического мышления подрос. На вопрос, как решить проблему с доверчивостью людей, наш эксперт ответил просто. Для того, чтобы решать эту проблему, необходимо, чтобы у человека были объективные знания о мире. Он должен учиться. Он должен реально иметь знания, которые позволяют ему критически относиться ко всему этому. Стоит отметить, что для того, чтобы не попасться на манипуляции в интернете, стоит здраво оценивать свои силы и не ждать чуда там, где его быть не может. Только честный труд приводит к результату. Аделина Абдрахманова, Ариза Хитоглы, Универниус.